У меня не каменное сердце. Поступить иначе я не смог бы. Так о себе рассказывает Иван Бережной. 7 июля он вместе с другом Георгием спас тонущего товарища, своего ровесника, в Кратовском озере. Все произошло случайно, и ничего страшного не предвещало в то раннее роковое утро. Встречу рассвета с фотосессией и катания на велосипеде Иван с Георгием планировали несколько дней подряд. Рассвет, фотографии делал, все, все фотографировались, все круто. У меня даже на страничке эти фотки уже выкладывались. И потом он говорил, что у него спускает колесо. То есть мы уже собирались с ним разъезжаться по домам. И я ему говорю, ну давай на 10 минут к тебе заскочим, я тебя вот тогда сейчас залеплю и поедем дальше. И вот буквально дело 10 минут. Мы заехали на 10 минут к нему, он поехал меня проводить. И мы думаем, ну давай, он живет на Голупинской, что ли, я уж не помню эту улицу. И давай еще один кружок. Мы начинаем ехать по кругу, и он такой, о, знакомые. Как выяснилось там один из них, это вот как раз пацанчик, который в воду полез. Это его знакомый. Мы так постояли, посмотрели, сначала посмеялись, ну и поехали дальше кататься. То есть мы проехали раз круг, приезжаем, и я вижу, что он уже барахтается. Я Герри говорю, так, давай-ка мы дождемся, пока они вылетут, потому что они сейчас в таком состоянии, друг друга утопят, и все. Этот его друг от него уже отнекивается, типа, что-то на мне повис. И я уже начинаю понимать, что что-то прям совсем не то. То есть сейчас он там кони сбросит, и все, будет невесело. Герри говорю, так, сейчас пока он не вылезет, мы отсюда вообще никуда не уезжаем. Буквально через несколько минут Иван заметил, что на берегу только один юноша начинает одеваться, а второго товарища нет. Лишь увидев на воде пузыри, понял, что он ушел под воду, и на его спасение остаются лишь считанные секунды. И раздумывая, разделся и прыгнул в озеро, а друг Георгий помог вытащить утопающего на берег. Мы изначально с великами остановились, мы попрыгали вот через этот пролет, вот тут вот мы так, хоп, вылетаешь и прыгаешь. И мы увидели их, остановились вот между вот этими двумя деревьями. И начали просто за ними наблюдать, чтобы удостоверить, что все хорошо. Потом уже, когда ситуация начала выходить за рамки того, что дозволено, скажем так, мы резко с Герой спустились вниз и начали уже наблюдать прям совсем вплотную, чтобы если что вытащить. Ну, не страшно было? Нет, честно, нет. Я в тот момент прям вообще не думал об этом. Я спускался прям сразу по прямой, мы стояли вот тут, и я прям по прямой сразу сюда побежал. И уже вот здесь я скидывал одежду и обошел и пошел. Ну, то есть потом ты его сюда вытащил, да? Да, тащил я его примерно вот, если провести линию вот от этих кустиков, то метра три вот так оттащить. Вот оттуда, там уже начинается очень резкий уклон, очень глубоко. То есть я там даже, когда руки выпрямляю, я особо не достаю, поэтому мне приходилось, чтобы он над водой оставался. Я прям выпрыгивал из воды, чтобы его поднять. Там прям видно, что первую часть видео, первые секунды три, когда я его начинаю вытаскивать, меня не видно, видно только его тело над водой. Потому что я прям под водой его вытаскивал, когда воду уже почувствовал, встал более-менее и пошел. То есть ты потом его дотащил сюда? Да. И здесь делал этот? Вот тут. Вот тут он четко вот тут лежал. А вот тут сюда? Да, я его специально положил на приподнятую возвышенность, чтобы вода, во-первых, отошла, и я его мог положить на бок, чтобы он дальше не захлебывался. О том, что спас человека, Иван осознал лишь спустя несколько минут. В своем поступке ничего особенного не видит. Так должен был поступить любой человек. Однако лишь жалеет об одном, что случай получил огласку. Ведь добрые поступки должны совершаться искренне и от души. То есть для меня это как-то больше способ показать, что у меня не каменное сердце. Вот, ну не знаю, ну молодец, конечно, что я могу сказать. Хочется поблагодарить Ивана и порадоваться, что у нас есть такие замечательно молодые люди, которые в столь непростой ситуации могут сориентироваться, оказать помощь и как физическую, так и первомедицинскую, спасти человека. Очень приятно, что есть такие знания, да, есть такой опыт, есть, что так сказать, есть пример, с кого брать это твоей младшей сестре. От себя хочется тебя поблагодарить, сказать, что ты большой молодец, передать вот небольшой такой вот подарочек, тоже спортивный, для развития спорта, да, и твоей семьи. Так что это еще раз всего доброго. Спасибо. На днях в зале заседания администрации Раменского городского округа Виктор Неволин в торжественной обстановке вручил ему грамоту за спасение на воде. Благодарность передали и Георгию Румянцеву, который не смог присутствовать в этот день. Самодвижность предприняты решительные действия при спасении утопающего в условиях, связанных с риском для жизни.